Зная Эрдуана, его торгарскую срочность, вполне вероятно, что предусловия какие-то обязательно будут. Но он не может не выставлять каких-то условий. Это в том случае, если вторая сторона нуждается в каких-то шагах навстречу. То есть я имею в виду в данном случае Армянскую Республику. То, что Министерство иностранных дел Армянской Республики заявляет о невозможности удовлетворения каких-то предусловий, это понятно. Но еще раз говорю, поведение Эрдуана, он тоже сейчас в достаточно скользкой ситуации, поскольку он выдвигает свою кандидатуру на третий срок. А по Конституции формально два срока и тамам, как говорится. Вчера состоялась встреча лидеров оппозиционных партий, где как раз и возникал такой вопрос. Вот насчет правомерности выдвижения кандидатуры Эрдуана на третий срок и необходимости принятия и преобразования реформы политической системы современной Турции в так называемую усиленную парламентскую систему. Сейчас там 100% президентская республика. То есть и у Эрдуана, и у Байдена как раз, скажем так, превыборные ситуации. И естественно это влияет на их взаимоотношения с третьими странами. Тем более, что с Арменией, вопрос с Арменией для турок, в общем-то, скажем так, он примерно на том же самом уровне, что и с греками. Так что предусловие обязательно будут.